Генеральный партнер программы, сеть магазинов и гипермаркетов «Всё для дома». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Давно не помню такой холодной первой половины мая в Забайкале. Даже многолетние дикорастущие растения замедлили своё развитие. Ну а мы всё равно должны с вами активно работать на наших участках. Ну что нам предстоит сделать в ближайшие выходные, давайте посмотрим вместе. В саду в настоящее время наблюдается цветение так называемых косточковых пород. В условиях Забайкаля у нас слива, вишневойлочный и абрикос. Ну вот так выглядит абрикос и слива. Должен заметить, что на нашем участке бурятский местный абрикос засвёл впервые так, а хорошо перезимовал. Но, на мой взгляд, плодов завяжут очень мало. К сожалению, при цветении абрикоса наблюдалось понижение температуры до нуля, до минус одного, и даже, может быть, на пониженном рельефе до минус двух градусов. Пыльца стерилизуется и плоды не завязываются. Но даже это не главная причина. Например, мы можем закрыть нескарным и клювным материалом. Это дерево, оно не так большое. Тем самым, как бы, спасти его от стерильности. Но нет опылителей. Из-за холодной погоды отсутствуют чёлы, отсутствуют мухи и другие летающие насекомые, которые переносят пыльцу с одного дерева на другое. У нас здесь два дерева, они перепыляют друг друга. Так что особо я на урожай абрикоса не рассчитываю, но если завяжется плодов 20-30, буду доволен. Всё-таки это местный бурятский абрикос. Также местная наша слива, она цветёт чуть позже абрикоса. Надеюсь, что её цветение уже попадёт под температуру плюс 2, плюс 3, поэтому завязываемость плодов должна быть хорошей. Но это опять на участках с возвышенным рельефом, как у нас. А на левом берегу, например, ещё где-то на территориях пониженных, там наверняка завязываемость плодов также будет низкой. Ну и аналогично выглядит войлочная вишня. Но в целом по косточковым породам могу сделать заключение, что в этом году хорошего урожая их не будет. Исключительно холодная погода во время цветения сначала абрикоса, затем сливы и вишневой овощи, не способствует завязываемости плодов с точки зрения биологической и с точки зрения опыления насекомых. Ну что делать? Таковы реалии. Чёрная и красная смородина. Но в отличие от прошлого сезона наблюдается задержка фазы цветения. Мы видим, вот бутоны появились, но цветков ещё нет. И сами листья, ну, не имеют не совсем такую зелёную окраску, чуть желтоватую, то есть действие низких температур сказалось отрицательно и на чёрной смородине в частности. Но ничего страшного, я думаю, не произойдёт. Сейчас погода восстановится, мы сейчас поливаем её, и она дальше зацветёт. Но этот куст, как видите, полностью здоровый. Один раз я его посмотрел, даже ничего не обрезал. А вот другой сорт, это, кстати, сорт бурятской селекции, это инорайонная селекция. Ежегодно, особенно в верхней части, вот побегов подмерзает. Поэтому сейчас проводим вторичную обрезку. Мы видим, там, где почки не распустились, вот на поперечном срезе должен быть зелёный такой сочный цвет, а здесь его нет. То есть подмерзание всё равно некое наблюдается. Но это сорт интенсивного типа, повторяю, не бурятской селекции, с крупными очень плодами. Ещё один сорт инорайонной селекции, значит, к сожалению, подмерз. Он и раньше подмерзал, но в этом году очень сильно. Проверить легко. Посмотрите, ветки ломаются таким образом. Они уже сухие. Естественно, на срезе здесь нет зелёного цвета. И даже вот эти почки, которые распускаются на отдельных двух цветах, я думаю, что эффекта не будет. Я пришёл к выводу, что держать такой сорт, который подведёт определённый год, смысла нет. Поэтому я его удалю и посажу. Ну, прежде всего, наверное, сорт бурятской селекции более адаптированный, более зимостойкий. Должен в целом заметить, что инорайонные сорта, но когда мы их выращиваем, это прежде всего сорта алтайской селекции, мы рискуем примерно 50 на 50%. То есть в определённый год всё равно у нас климат жёстче, чем в Алтайском крае. Я имею в виду зимой снега меньше. Они могут подвезти. Ну и тем более, когда мы говорим там об уральской селекции или башкирской, я не знаю, ещё какой-то тем, там условия ещё мягче, чем в Алтайском крае. Поэтому всё-таки, когда сажаете смородину, даже смородину, казалось бы, зимостойкую культуру, всё-таки имейте это в виду. Наши сорта, они стабильные, они дают постоянно ежегодный урожай. Может, они не обладают такими выдающимися качествами, как крупность плодов, но тем не менее, они формируют урожай ежегодно. Ну и, наконец, вишня степная, черешковая. Плоды вишнёвого такого цвета, иногда красного. В прошлом году было много снега, и я ещё набрасывал, она прекрасно призимовала. Куст молодой, но вот в этом году, видите, ветки ломаются. Я пришёл, цветения никакого не вижу, и пришёл к выводу, что выращивать вишню степную на нашем участке, вот при нашем, казалось бы, достаточно высоком рельефе, тоже неэффективно. Хочу удалить её и на её место посадить крыжовник. Ну, вот так выглядит красная смородина. Это сорт, который мы выращиваем очень давно. Называется челябинский великан. Кстати, родом с Урала, но некое подмезание у него бывает, но в целом он достаточно адаптирован к нашим условиям. Тем более сортов красной смородины бурятской селекции, ну, я не знаю. Здесь смотрим тоже, как развиваются почки. Несколько отстают от чёрной смородины. Но отдельные ветви мы видим, где почки не распускаются. Можно проверить даже, видите, ломается. То есть эта ветвь вымерзла. Держать её здесь, ну, кусту смысла никакого нет. До основания берём секатором, обрезаем. И более того, мы наблюдаем здесь чёрную сердцевину. Ну, это говорит о том, что ветвь подмерзла. Ну, ещё посмотреть, такие ветви нужно. Да, это я тоже сверху сначала обрезал. Увидел, что нет такой сочной зелени. Поэтому ещё одну ветвь обрежем. И то же самое. Ну, красная смородина на участке выращивается для чего? Ну, прежде всего, для компотов. Кто-то делает из неё прекрасное вино. Ну, я думаю, что для разнообразия она тоже заслуживает внимание у нас в Забайкале. Ну, а после того, как мы с вами провели обрезку вторую уже чёрной и красной смородины, а также скоро нам предстоит обрезка подмерзших побегов малины, предлагаю вариант использования садового измельчителя вот для переработки вот этих побегов. Ну, никакой инфекции, никаких возбудителей на побегах нет, поэтому мы используем садовый измельчитель, как известно, осенью. А вот вариант весеннего использования тоже вполне возможен на наших участках. Включаем и... Садовый измельчитель, как известно, После такого измельчения мы получаем, конечно, ни опилки, ни стружку, получаем фактически древесную щепу. Но, в принципе, она прекрасно может использоваться в компост, поэтому я её добавлю. И я думаю, что за один сезон она вместе с другими органическими растительными отходами переработается. Это всё-таки лучше, чем выбрасывать ветки за пределы участка, и если у вас нет возможности сжигать их, например, в банной печи, то почему бы их не измельчить и использовать в дальнейшем для компостирования. Только в эти выходные во всех магазинах всё для дома. Скидка 20% на все кастрюли. Успевай 17, 18 и 19 мая. С универсалом на природу. Шашлык куриный в майонезе 193,90. Садовые центры «Садем». Фантастический выбор товаров для сада и огорода. Отличные цены и профессиональные консультации. «Садем». Мы рядом с вами. В «Садеме» элитные сорта картофеля. Саженцы тахой, рассада овощей и цветов. Садоводы. На старт, внимание, марш! В Машторге шланг поливочный 25 метров 500 рублей. Насос водоснабжения 1500 рублей. Ну, а теперь обратим внимание на парник. Ну, после последнего показа, это было 2 недели назад, много чего изменилось. Ну, во-первых, мы сделали лунки, я установил дуги, эти металлические. Очень удобно с помощью шуруповёрта. Здесь немножко скобы расслабляешь, вставляешь, сжимаешь и всё. Быстро это делается. Натянул такой материал. Второй год мы используем. Это, естественно, не полиэтиленка и не тканикурный материал. Это особый вид материала. Снаружи он розовый, а внутри белый. Ну, 2 года его можно использовать. А дальше, я думаю, для хозяйственных целей. Преимущество его. Он не перегревается, поэтому огурец, как известно, не дачная культура. Забыли где-то открыть, подгорели листья на солнце и так далее. И ночью он лучше держит тепло. Но на ночь мы закрываем ещё сверху полиэтиленовой плёнкой старой. Вот там она находится. Получается как бы двойное укрытие, потому что ночью всё-таки холодно. 0, плюс 2 градуса. Как выглядят огурцы? Ну, во-первых, мы здесь посеяли два сорта. Это традиционный сорт Астерикс, вернее, голландский гибрид F1. И свои собственные семена неросимые. Ну, вот мы видим в лунках уже лунки удлинённые. Зашли огурцы. Пока только два семидольных листа. Но первый настоящий лист скоро уже появится. Посев несколько загущенный. Почему? Потому что, ну, во-первых, семена 100% схожести не бывает. А во-вторых, всё-таки, потом проведу прореживание, удалю самые ослабленные растения. Здесь две лунки остались под арбуз и дыни. Рассада здесь у меня уже растёт. Вот так она выглядит. Ну, через некоторое время я высажу, повторяю. Всего по два растения, арбузы и дыни. Ну, и также на парнике можно размещать вот на перегородках. И другую рассаду. Ну, в частности, вот здесь рассада кабачка и тыквы. Ну, что могу сказать? Конечно, поливать холодной водой. Такие растения, тем более, они нагреваются за счёт разложения навоза. А навоза нельзя. И поэтому приходится подогретой водой пока поливать. Ну, я думаю, со следующей недели всё будет нормально. В бочках у нас вода будет нагреваться, и мы будем поливать уже огурцы. Ну, расчёт, как я говорил, где-то 25-го, может быть, 27-го июня, покушать первый парниковый огурец. Ну, и в дальнейшем, соответственно, покушать и дыню, и арбуз. Ну, и, наконец, показываю результаты своего прошлогоднего эксперимента. Это использование калифорнийских червей в парнике. Впервые в прошлом году я осенью отсюда взял с парника, эти калифорнийские черви, и хранил дома, в домашних условиях, подкармливал их бананами, кожурой. И неплохо они сохранились. Вот так они выглядят при комнатной температуре. Они, в общем-то, хорошо перезимовали. Что я предлагаю? Мы можем получить с вами не просто перегной, а получить настоящий биогумус. А биогумус, ну, раза в полтора, наверное, ценнее перегноя. Поэтому горсть вот этих червей, вот, посмотрите, как они выглядят, калифорнийские черви стоящие, вместе с землёй вот здесь, я закапываю непосредственно сюда, в лунку. Не в навоз, а в лунку. Ну, и следующую. И так можно сделать в каждую лунку. Поверьте мне, когда осенью будете выкидывать, вы увидите, сколько их там будет, тысячи, наверное. Они очень быстро размножаются, всеядные. И, кстати, экспериментировал также с компостной ямой. Там тоже они кушали органические остатки, там, кухонные, которые летом мы в компостную яму кладём, и растительные. И тоже они хорошо размножились. Считая, что такой опыт применять можно, мы будем получать биогумус. Ну, а кто хочет рыбачить, а у нас рыбаков много, в принципе, почему бы не использовать их для рыбалки, например, в осенне-зимний период. Рассадник. Всё-таки ещё раз убедился, особенно в этом году, при холодной погоде, в первой половине мая, преимущество рассадника у нас за Байкале велико. Посмотрите, как выглядит рассада. Значит, здесь у нас томат, перец, лук, эксибишен, ампельная клубника в ведрах. Укрываем рамами с поликарбонатом и сверху на ночь ещё вот такой материал из мешковины. Пока только я отсюда взял для высадки растения томата для теплицы. Остальные растения, затем перец ещё высадим, остальные растения будут у нас здесь находиться до начала июня. Ну, а клубнику в ведрах мы вынесем на участок, когда уже наступит устойчивая погода. Вот так выглядит клубника в настоящее время. Прекрасно, цветение мощное. Я её подкормил специальным раствором для подкормки. Я думаю, что первый вырожай будет хороший. Повторяю, не каждая клубника может выращиваться в ведрах. Потому что мне уже звонили там определённые сорта, и говорят, должно быть обязательно ампельная клубника. То есть свисающая, ягода в ней будет свисать. Ну и, наконец, я как-то обещал показать, как растёт маточное растение лук эксибишен. Вот это маточная луковица. Посмотрите, сколько здесь побегов дало уже. Думаю, что всё нормально. Вот это подсыхание произошло из-за того, что вот в солнечный день передержали в теплице, и просто они, кончики отгорели. Но я не думаю, что в этом что-то страшное. Дальше растение будет выкидывать цветоносы, и мы получим свои 300-400 семян, я думаю, в этом году. Которые, кстати, имеют схожесть два года. Таким образом, уважаемые телезрители, в приятии Забайкальского края, делайте вот такие рассадники, полузагрублённые. Они, в принципе, выручают нас. И не такое это громудское сооружение, как теплица. В теплицах наступило время высадки томата. Чуть позже мы с вами будем высаживать перец, поскольку он более теплолюбивый. Ну и также баклажан. Но эта теплица, в общем-то, холодная, поэтому ежегодно я высаживаю примерно 15 мая. В этом году по срокам, по сравнению с прошлым годом, ну, на 2-3 дня позже. Во-первых, мы здесь выращиваем традиционно гибрид малиновый звон. Он невысокий. И мне нравится. В этом году для испытания два растения высажу. Сибирский изобильный. Это новый сорт, новинка сезона, можно сказать. Рассада, которую мы выращиваем в стаканчиков, в идеальном варианте должна выглядеть таким образом. Цветение, начало цветения первой кисти. Это оптимально. Перед этим мы ее проливаем хорошо, удаляем нижние листья. Все равно они будут закапываться. Ну и здесь обычная подготовка. На одну лунку, вот у меня 6 растений будет по этому ряду. На одну лунку я использовал 3 литра примерно перегноя, который мы из спарника таскиваем. Таскиваем, вот так он выглядит. И примерно один стакан печной древесной золы, естественно, просеянной. Все это я уже внес, перекопал. Осталось только посадить. Ну, выталкиваем рассаду. Посмотрите, как она прекрасно выглядит в индивидуальном горшочке. Убираем лишние сорняки. Листья я уже убрал. И высаживаем. Если у вас рассада переросшая, то ее можно сажать наклонно. Ну, в данном случае она прямая, устойчивая такая. Я хочу ее посадить в таком виде. Но для этого нам нужен совок. Предварительно я не поливаю. Повторяю, здесь уже перегной и печная древесная зола внесена. Вот так закапываем часть стебля тоже. И остается только поливать. Ну, поскольку на улице вода еще холодная, поэтому воду держишь здесь же в теплицах, в ведрах. Так что в эту субботу-воскресенье я предлагаю высадить рассаду томата и немножко подождать с высадки рассада перца и баклажана. Но при этом никакие коле и подвязки мы не делаем. Рядом где-то храним с вами нетканый, укрыной материал. В случае какого-то неожиданного заморозка растения можно укрыть и тем самым спасти их от действия этого заморозка. Ну и, наконец, поговорим о ранних овощных культурах. Я надеюсь, вы посеяли их, несмотря на холодную погоду. Вот так выглядит у нас лучший сывок. Отдельные сходы уже появляются. Это без укрытия нетканым и укрытым материалом. Ну а вот эффект тканым и укрытым материалом. Очень хорошо виден на примере чеснока. Мы видим здесь сходы, их гораздо больше. Так что при таких холодных днях и ночах, ветреных, причем используя нетканого укрытого материала плотностью 40-42 грамма квадратный метр, себя оправдывает. Сходы появляются значительно раньше. Ну а через некоторое время мы уберем, и у нас гряды будут как обычные. Поливать можно прямо через вот этот материал. А можно открывать и полить, и снова закрыть. Ну а те овощеводы, кто не посеял еще эти ранние овощные культуры, я советую крайний срок, это суббота-воскресенье. Продолжая знакомить вас, уважаемые телезрители, с новинками сезона, я хочу вам показать вот эти орудия. На мой взгляд, очень такие эстетично выглядящие, и легкие, и удобные в использовании. Это орудия сделаны из пластика, два вида совков и вот такая вилка. А это гибридный вариант пластик с металлом. Но самое интересное даже не это орудие, а вот этот специальный ящик, я впервые такой вижу, в который можно эти орудия переносить. Не только орудия, а можно и какие-то другие вещи. Поэтому советую, уважаемые телезрители, вот для удобства такие ящики приобретать. Вот подошли с садовым инвентарем, поработали, снова унесли. Ну а приобрести ее можно у нашего основного партнера программы, в магазинах «Все для дома». Ну а я с вами прощаюсь ровно на одну неделю, и хочу еще раз напомнить. В ближайшие субботы и воскресенья, несмотря на вот такую неустойчивую холодную погоду, максимально используйте для наведения порядка на наших участках, для посадки, для посева. Ну и не забудьте посадить картофель. Еще раз напоминаю, картофель – это культура ранней посадки. И не надо бояться, что она замерзнет в земле, даже где-то в условиях лесостепной зоны. Всего вам доброго, до встречи на следующей неделе. Только в эти выходные во всех магазинах «Все для дома». Скидка 20% на все кастрюли. Успевай 17, 18 и 19 мая. С универсалом выгодно. Масло подсолнечное – всего 49,90. С универсалом выгодно. Колбаса вареная русская – всего 109,90. С универсалом на природу. Шашлык куриный в майонезе – 193,90. Даже при неблагоприятных погодных условиях, применяя препарат «Завязь», вы обеспечите образование завязей, развитие и рост полноценных плодов и соберете хороший урожай. Садоводы! На старт! Внимание! Марш! В Машторге шланг поливочный 25 метров – 500 рублей. Насос водоснабжения – 1500 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова